Добрый день, Ольга. Добрый день, Инна. Добрый день, Рома. Добрый день, Ольга. Здравствуйте, Рома. Здравствуйте, Инна. Я очень рад нашей встрече. Такое у меня предвкусие, сейчас что-то будет интересно. И прежде всего я хотел бы вас представить нашим зрителям Ольга Левина, врач гомеопат, Москва, Россия, представитель Академии доктора Джосс Айсек в Москве, его ассистент Инна Долгопольская, Канада, я забываю, где вы живете, в каком городе? Торонто. Торонто, Антарио. Торонто, Антарио, Канада, гомеопат, также представитель Академии Джосс Айсека в Канаде, также как и Ольга, переводчик его и ассистент. И сегодня мы с вами поговорим о многих вещах. И я бы хотел начать с такого понятия, как тотальность. Сначала, как вы представляете себе, что это такое тотальность? То есть мы сегодня тотально поговорим о тотальности и, естественно, будем затрагивать разные вещи. Итак, Инна, что такое для вас тотальность? Тотальность вообще, тотальность, это, я считаю, краеугольный камень гомеопатии и гомеопатической практики. Потому что это то, что нам было объяснено, что мы выбираем семилемум по тотальности симптомов пациента. И вот когда я училась, то я так воспринимала тотальность, что мы должны долго расспросить пациента, собрать все-все симптомы его, все жалобы, всю его историю, в конечном итоге собрать вот эти все жалобы, перевести их в рубрики, взять эти рубрики в реперторе и найти один препарат, который нам покажет и решит все вопросы. Вот такой вот единый препарат, который соответствует всему этому. И вот я какое-то время после того, как я училась в нескольких разных академиях, слушала замечательных учителей. И вот я это так воспринимала, я так и делала, давала препарат, но он не работал. То есть решим все вопросы? Он должен был решить все вопросы, но он не работал. И я долго не могла понять, я плохо собираю, я плохо реперторизирую. В общем, сложно. И вот только когда я начала учиться в академии доктора Джосса, я вдруг поняла, что это все было неправильно, что мы собираем не все симптомы, а те симптомы, которые относятся к конкретной болезни пациента. Это как бы вот этот паттерн и профиль, который не нужно иногда собирать 4 часа. Ты можешь его понять, начать его понимать с первых двух минут разговора с пациентом, с первой его самой большой жалобы. Если ты умеешь смотреть, если ты умеешь слушать, если ты умеешь понимать. В этом смысле это было для меня абсолютное озарение, и это то, что абсолютно конкретно поменяло мою практику. И даже, и кроме того, и ауткам, то есть результаты для моих пациентов. Я не говорю о том, что я назначаю однохронический случай за 5 минут. Нет, я все равно все собираю. Но умение увидеть болезнь, оно совершенно по-другому выглядит. И вот тут мы переходим от именно к искусству и к профессионализму, который за один день не научаешься. Это то, чему учишься, учишься, учишься на практике. И вот академия, вот эти 10 лет, которые я там была, и каждый раз, когда я сидела, главное, на практиках доктора Джосса и понимать, а почему он назначил это? Вроде бы должно быть что-то другое. И он говорит, а вот поэтому, поэтому и поэтому. И ты научаешься различать вот эти вот паттерны. Знаете, бывают такие вот, как картинки из маленьких мозаик. И ты должен так посмотреть, ты ничего не видишь. Ты так посмотрел. А вдруг ты посмотрел под этим углом? И тут вот появляется на этой мозаике действительно изображение. То же самое происходит и в этом. И вот если говорить о тотальности и вот поговорить о тотальности, вот это умение увидеть тотальность в рассказе пациента выбрать самое главное. И выбрать то, что соответствует именно нашей материи-медике, именно то, что соответствует пониманию миазов, пониманию болезни в гомеопатическом смысле. Вот это вот было самое ценное и самое полезное для меня. Ну, может быть, не самое, но одно из самых полезных вещей, то, что отличало эту учебу от любой другой. Тогда сейчас вопрос к Ольге. Спасибо большое. Оль, скажите, пожалуйста, вы сколько лет уже в Академии? Уже шесть лет. Шесть лет. Скажите, пожалуйста, а как учеба в Академии поменяла вашу гомеопатическую практику? Ну, однозначно очень сильно поменяла, потому что до встречи с доктором Джозом это было мое хобби, скажем так. То есть я не занималась этим только сто процентов этим, потому что у меня мама гомеопат, и у нее была вот на тот момент тоже практика, и я смотрела, как она мучается. Не было четкой теории. Я очень такой человек практичный, мне надо вот, чтобы было все четко. Вот. И я, с одной стороны, была очень сильно увлечена этим методом, да, я не могла без него. То есть я постоянно этим занималась, но, с другой стороны, я понимала, что, ну, вот, тыр-пыр, ну, то есть не всегда я попадаю, мы, и даже если попали, мы не знаем, что делать дальше. Оля, первый, извините, первый случай, который вы в Академии увидели, и вы осознали, что это-это. Помните? Первый случай, который я увидела в Академии. Вы знаете, мне на самом деле хватило получаса просто послушать лекцию доктора, чтобы понять, что вот, вот оно, наконец, вот, наконец, вот тут вот есть структура, здесь есть ответы на все вопросы. Вот, на самом деле, вот это меня больше всего поразило. Если вот так говорить, как вот первый опыт общения с доктором Джозом, это именно вот это, что были конкретные ответы на все вопросы, была четкая структура, и было видно, что человек знает, что человеку есть что рассказать. Вот, и за этим стоит огромный опыт, и, ну, то есть, понимаете. Если вспоминать про случай, то, наверное, это случай глиобластомы, когда глиобластома, это же очень быстро растущая опухоль, и к нему приехала девушка наша из России, девушка, по-моему, ей было 22 года на тот момент, и ее уже отпустили умирать домой. Потому что ее несколько раз оперировали, делали химию, но опухоль возвращалась, она росла, и она уже вот как бы в таком состоянии достаточно плохом была. И удивительно, но вот этот случай, он, доктору удалось и остановить рост, потом полностью убрать эту глиобластому, и вот уже с тех пор прошло много лет, эта девушка родила... Больше десяти лет, больше десяти лет, да, эта девушка родила потом, да, то есть, когда она к нему приехала, у нее в результате операции, почему меня это больше всего поразило вот это, она разговаривала как двухлетний ребенок. То есть, у нее из-за операции были такие изменения, что она разговаривала как двухлетний ребенок, вот, и вот доктору удалось ее вывести на абсолютно нормальный уровень. То есть, она вышла замуж, она родила ребенка, вот, и совершенно, и вот в этом году я общалась с ее родителями, вот, они сказали, что все прекрасно, она очень хорошо себя чувствует, ребенок тоже хорошо себя чувствует. Это потрясающе, я согласна. А вы, с точки зрения гомеопатической, вы можете, вы помните какие-то детали, чтобы... Да, я помню, что сначала доктор просто дал, по-моему, сангвинарию, потому что у него была правосторонняя головная боль. Он убрал эту боль, то есть, он всегда вот так вот действует очень, тоже это очень верно, на мой взгляд, то есть, он убирает острое состояние, он убрал острое состояние. Дальше он дал на глиобластомы, это была калькаре карбоника. Вот, он, вообще у нас не очень много препаратов на опухоли головного мозга, то есть, доктор выделяет в основном калькаре карбонику и стефизагрию, и это очень хорошо работает. Как дальнейший опыт показывает, да, вот. Вот, и дальше он ей давал вот калькаре, и вот этот рост прекратился, потом уменьшился, у нас есть все эти МРТ, я видела, то есть, это все, конечно, потрясающе. Дальше он ей давал антимиазматические препараты, сикотические, соответственно. Слушайте, как интересно, это как раз вот то, что Инна рассказывала на последнем вебинаре. Сначала снимаем возмущение внешнее, если есть острый какой-то случай, снимаем острую боль, острые симптомы, острое состояние. После этого назначаем конституциональный препарат, если он выражен, и после этого идем уже на более глубокий миазматический препарат. Да. Вот практическое применение. Именно так, да. Интересно, что вы, когда говорите об опухолях головного мозга, упоминаете два основных препарата с точки зрения доктора Джоуза. Это калькаре и эстафизагрия, правильно? Да. Я помню, много лет назад в Израиль приезжали знаменитые баннерги, у которых огромная практика, у которых там шесть поколений премиопатии, может быть, больше и так далее. И, естественно, опыт там тоже огромнейший. Более тысячи пациентов в день принимают их клиника. Естественно, не все эти пациенты принимаются ими, но у них, конечно, поток огромный и статистика огромная и так далее. И первый препарат, который вообще всплывает при любом упоминании об опухоли мозга, это РУТА. И вот интересно, посмотрите, как бывают разные подходы, разные светофоры такие. Здесь красный свет, здесь желтый, здесь зеленый. И ты выбираешь, по каким правилам тебе двигаться, извините, где останавливаться, на что обращать внимание. Понятно, что мы же возвращаемся сейчас к разговору о тотальностях. Не будет никто назначать просто так по названию, по симптому гомеопатический препарат. Там должно быть подтверждение того, что это калькарея или эстафизагрия или РУТА. Я помню свой первый случай онкологии мозга. Девочка из Новосибирска, ей было около 20 лет, ее не пускали в Израиль. Родители у нее были здесь в Израиле, мама была в Израиле. Она осталась одна там. И страшные, дикие головные боли – это первый раз, когда отважился брать случай по скайпу. И скайп не сработал. Пришлось случай брать по простому телефону, обычный телефон. И в том случае сработал бериллиум-муриатикум. Причем сработал настолько блестяще, что через 4-5 месяцев врачи сказали, да у вас ничего не было, это была просто врачебная ошибка. Такое бывает. Видимо, какие-то другие анализы подошли. И есть разные подходы, есть разные уровни понимания. И мы возвращаемся сейчас к теме… Вот, Оль, когда вы говорили, и с Иной я общаюсь уже немножко больше, мы на горячей линии вместе обсуждаем случаи, ведем какие-то случаи. Вы сейчас, когда говорили об Академии Джосса, у вас глаза загорелись, вы живете этим. Мне кажется, что даже мой вопрос, помните ли вы какой-то случай, какой-то конкретный, он в какой-то момент перестал быть диванным. Все это превратилось в один какой-то случай. Ну, это правда, да. Это действительно очень много удивительного я увидела, я бы так сказала, за все эти годы поразительного. И доктор Джосс не продолжает меня удивлять. Точнее, не прекращает меня удивлять. То есть все это очень интересно. Расскажите, пожалуйста, вот из этого списка удивительного, поразительного, что вас продолжает удивлять, что там? Если раньше это была возможность, я так понимаю, из ваших слов, вылечить неизлечимую болезнь, ее отпустили умирать. А тут она вернулась не просто в строй, не просто в жизнь, да еще и родила, и все нормально. А что еще вас может или продолжает удивлять, или поражать? Ну, многие вещи на самом деле, потому что, во-первых, то, как доктор, это вот и берет случай, потому что берет случай он очень быстро. И, как рассказывала Инна, через 2-3 минуты он уже знает препарат. Это потому что он на протяжении 30 лет ежедневно принимал по 100-150 человек. И представляете, да, то есть на каждого не так много времени. И просто он удивительно это делает, это потрясающе. То есть за такое количество лет у него выработался уже такой мощный, скажем так, навык, да. И третий глаз у него видит просто замечательно тоже. То есть мне кажется, это вот все в комплексе. Это же так и необходимо, особенно в разборе острых лучей. Это наша мечта на горячей линии, чтобы у наших гамминопатов такой вот подход, такой третий взгляд, третий взгляд, третий глаз открылся, да. И чтобы так быстро и эффективно решать такие непростые задачи, которые у нас есть. Я хотела добавить здесь, знаете, доктор Джосс 8 или 9 раз приезжал в Канаду. Естественно, он сейчас с моей семьей, там моя дочка, в принципе, она ходила на все его семинары, хотя еще была школьницей и прочее. И она очень интересно, так сказать, всегда вспоминает это. Так вот, у доктора Джосса есть такое, wait, подождем, подождем. И у нас дома теперь, даже у нас дома в семье, когда что-то он говорит, мы говорим, wait. Вот так именно, как он говорит. Потому что это просто удивительно, когда мне всегда поражает его спокойствие. Да. Какой бы случай ни был, да, я уже теперь понимаю, что он очень волнуется за своих пациентов. И он очень радуется за своих пациентов, когда они становятся лучше. Но у него какое-то, вот знаете, это вот то, что понятие вот беспристрастный наблюдатель, такое впечатление ты имеешь, вот так, как оно должно быть. Он не говорит, он тебя не слишком поднимает, не опускает, он просто ждет, он наблюдает. Вот это то качество врача, то, о чем писал Ханеман. И главное умение ждать и учит нас ждать, не менять препараты. Применять только, когда нужно. Когда он видит, что его нужно. А не потому, что пациент просит или требует, или родственники настаивают. Или потому, что ты начинаешь нервничать и думать, боже мой, что я делаю. Нужно дать возможность времени работать. Это то, что тоже он нас учит в этом. Это то, что происходит, то, что мы видим в его клинической практике. Я помню случай, когда, тоже один из первых лет, мы сидим в его офисе, заходит беременная женщина, и у него на лице какая-то там небольшая сыпь. Ну, и немножко так глаза слезятся, но пришла. И он так бросает нам. Это корь. Значит, ну, вокруг сидят большинство людей, медикал-врачи с большим опытом из России. Я им перевожу. Это корь. У них, значит, в глазах вот такой дикий ужас. Пришла беременная женщина с корью. Не потому, что они боятся заразиться, а вообще беременная женщина с корью. Что делать? Аборт. Она так на солидном сроке. Значит, они друг другу улыбаются, они говорят, мы не понимаем, что они говорят. Он, значит, он показывает мне, он назначил сульфур 200. Значит, я говорю, он назначил... И все думают, что он сейчас ей назначит, что он ей назначит. И вот сульфур 200, она уходит. И мы говорим, а что теперь ей делать? Он говорит, ну, she will be fine in two days. Она будет в порядке через два дня. Через два дня мы опять в практике. Приходит эта женщина, у нее уже нет ничего, ни глаз, ничего. Все, все спокойно. Я ему говорю, а вы думаете, может быть, надо что-то сделать? Потому что с ребенком, он говорит, она получила сульфур, все будет нормально. По-моему, он потом ей дал 1М. Он говорит, это воспалительное заболевание. Ничего страшного. Вы можете себе представить, что бы было, если бы это было в любой другой стране? В аллопатической клинике. Был бы, стоял вопрос аборта, стоял бы вопрос всего. И, может быть, ребенок, не получив, действительно бы имел какие-то уродства. Все абсолютно спокойно. И мы тоже все абсолютно спокойны. Теперь я знаю, что если такое произойдет с кем-то, кроль, краснуха, whatever, да? Я знаю, что делать. Вы понимаете, это все, безусловно, как говорится, спасенные жизни и людей, и семьи, и обстоятельств. Да. Я, кстати, сразу вспомнила еще один случай, когда он был у нас, его, эту женщину привела одна из докторов, которая обучалась у нас в Москве на курсе, доктор Джозе. Вот, и там была такая, там была дилатация сердца, расширение сердца, наследственное, и беременность. По-моему, уже было там что-то такое, не помню, около трех месяцев беременности, и настаивали врачи на аборте. Это была очень такая выцерковленная женщина, и она сказала, я не буду делать аборт. Вот, пошла к своему вот гомеопату, который у нас обучалась, и вот она привела, значит, эту женщину к доктору. И, о чудо, то есть она выносила, достаточно спокойно выносила этого ребенка, вот, и родила тоже в срок. Хотя даже когда она доносила до седьмого месяца, тогда врачи тоже настаивали на преждевременных родах, на вот этом всем. Причем она сказала, нет. И спокойно доносила этого ребенка, и родила в срок, и все хорошо. А с гомеопатической точки зрения вы помните, что было? Сначала доктор начал с медаринума, и потом основной препарат это был лохезис, и ключом к этому назначению было то, что когда она засыпала, она чувствовала сердцебиение учащенное. Вот это было, у нее практически не было жалоб, что удивительно, вот, и потом вот она, наконец, сказала, что она когда засыпает, то вот эта палпитация, она сильнее. И вот тогда доктор дал лохезис, и она на лохезисе большую часть беременности провела, и это было просто, конечно, чудо. То есть это ребенок, которого хотели убить, и который сейчас уже живет среди нас, и мама хорошо себя чувствует. Какая интересная у нас профессия, прикосновение к чуду практически каждый день. Да, это правда. Я бы хотел спросить, вот, по-моему, я только что упоминала о том, что важно быть, напоминала о том, что важно быть непредвзятым наблюдателем. Ну, непредвзятый наблюдатель — это кто? Это тот, кто спокоен, хладнокровен, тот, кто умеет взвешенно подойти к ситуации. Скажите, пожалуйста, а как вы радуетесь успеху ваших подопечных, когда выздоравливает пациента? Вы позволяете себе радость, или там тоже вы пытаетесь это как-то в рамках взаимодействия? Ну, я-то вообще человек эмоциональный, поэтому я всегда радуюсь. Вот, я всегда радуюсь вместе с пациентом. И всегда объясняю, к чему мы пришли, потому что я иногда даже радуюсь каким-то высыпанием. Вот, а пациент не радуется. Радости. Странно, да? Радости гомеопата. Да, да, или, например, когда, например, какой-нибудь аутист вообще, который никогда не болел с температурой, заболел с температурой, а потом начал разговаривать. Вот так родители, значит, переживают, что у него температура была, а он же никогда не болел. Он же никогда. Вот, они уже забыли о том, что он начал разговаривать. Ну, в конце концов, им же говорили, что когда-нибудь он перерастет. Вот, но я радуюсь этой температуре. И у меня пациент говорит, у меня температура поднялась. Я говорю, ну, это же прекрасно. Вот, но на самом деле, конечно, мы радуемся и все. Но вы знаете, вот в слове непредвзятый наблюдатель есть два слова. Непредвзятый и второе наблюдатель. И вот это наблюдатель – это не менее важное слово, чем непредвзятый. И вот это искусство наблюдения потрясающее тоже, которое мы учимся там. Вот видите, вот то, что Оля только что сказала. Значит, палпитация или сердцебиение при засыпании. Очень часто, даже записывая вот эти все подробности, если мы начинаем, женщина рассказывает свои истории, почему она заболела, все, мы это все записываем. А вот такую вот мелочь, что это при засыпании, мы можем пропустить. Но если ты понимаешь, что ты должен получить от случая, вот помните, вот тоже во время семинара я говорила про вот эти ощущения, модальность, локальность. Вот эти вещи, которые пришли от Манненхаузена. Но мы очень часто о них забываем. И, конечно, здесь очень важное тоже правильное изучение материи медики. Это вот еще одна вещь, о которой мы так много учились у докторов. Во-первых, искусство наблюдения. Во-вторых, искусство понимания в материи медики, чем отличается каждый препарат. Он говорит всегда, у каждого препарата есть 10, ну 8, 10, 15, может быть, пунктов, которые ты должен о нем знать. О каждом препарате написаны тома. Но ты должен знать, чем отличается Арсенику Мальбу от Аписа или от Бриони. И ты должен знать, чем отличается Арсенику Мальбу, например, от Аписа при болезнях почек. И вот если ты это знаешь, то у тебя получается, у тебя есть и клиническое понимание, и знание материя медики, и гомеопатическое понимание, как это все соединить. И мне кажется, что это самое главное, что фактически вот, опять же, у доктора Джосса есть разные курсы. У него есть вот этих четырехлетний курс, который Оля больше о нем знает, потому что я в нем как бы не участвовала. Она его во всех этих курсах участвовала, где даже уже такие гомеопаты с опытом учатся с самого начала. Я надеюсь, что я смогу тоже этот курс пройти, несмотря на все 10 лет, потому что есть такие какие-то кусочки, которые каждый раз это для тебя открытие. А мы вот эти 10 лет, это у нас больше были клинические, каждый год мы изучали, предположим, респираторные заболевания или сердечные заболевания. И ты начинаешь понимать эти заболевания вот именно с гомеопатической позиции. Понимаете, тут даже не обязательно быть врачом, ты должен просто понимать, в общем-то, физиологию организма, и для тебя открываются все вот эти болезни и заболевания совершенно с другой точки зрения. И многие врачи, которые приезжали, они вообще были в шоке, потому что человек работал кардиологом всю жизнь, а сейчас он видит, он был завоотделением в кардиологии, у нас был такой, и он это видит совершенно с других позиций. И у них даже конфликт в голове возникал из-за этого. Но вылечивалось то, что раньше, но они могли вылечить то, что раньше они не могли вылечить. Через тернии к звездам. Да, именно. Ольга, а как вы радуетесь? Вы как-то проявляете радость? Ну, я тоже человек эмоциональный, но я очень стараюсь держиваться, потому что... Ну, то есть я очень рада, конечно, очень рада успехам. Так же, как Инна, я очень рада всяким выделением, высыпанием. Особенно у аутистов высыпание – это праздник, я прям жду, дальше у меня что-то будет за это. Да, но стараюсь сдерживать радость, чтобы не стать слишком... Чтобы не было слишком сильного энтузиазма. Да, особенно этим энтузиазмом можно напугать пациента. Я помню по неопытности много лет назад, когда пациентка мне сообщила, что у нее головная боль очень сильная. Я ей задал вопрос, а когда-то у вас бывала такая головная боль? Она ответила, естественно, да, она этим мучилась тогда-то и тогда-то. Я прям вскрикнул, ура, у вас головная боль. Она меня не поняла, я вообще не знаю, как она осталась. Я потом еще долго объяснял, почему я так обрабатывался. Мне нужно было как-то смягчить, я объяснил ей. Я бы хотел поговорить о том, что существуют гомеопатические сообщества различные. Мы когда говорим о том, что сейчас есть очень много школ, очень много направлений, очень много учителей. Учителей есть гомеопаты, которые делают это своим, так сказать, основой своего гомеопатического бизнеса. Я даже слышал, что их называют хомеопатик шоубой. Новое такое название. По-моему, Инна, вы меня... Шоумен. Шоумен, гомеопатик шоумен. Будет ли какое-то такое миродействие, когда эти все разрозненные направления, эти все разрозненные сообщества вспомнят, что есть одна цель. Что, в принципе, инструмент, который ты выбираешь, основным инструментом, нечего им бахвалиться, нечего размахивать им как флагом, нечего других куда-то в углы или под ковер, или как-то в другую комнату пытаться затолкнуть. Я думаю, что все эти сообщества будут делиться опытом, делиться вот той радостью, о которой мы с вами говорим, и учиться друг у друга. Как вы думаете, такие времена близки? Вы знаете, одна из вещей, которую мы вот опять тоже когда в клинику приехали, доктор Джо сказал, в мою клинику может прийти каждый, сидеть и посмотреть, и послушать. Он говорит, если вы спросите многих даже известных гомеопатов в Индии и попросите посидеть у них в клинике, они вам откажут. Поэтому те сообщества, которые не боятся делиться своим опытом, своими ошибками, показать себя, показать свою клинику, они объединятся и они выживут. Потому что в конечном итоге мы работаем на одну цель, и наша цель – это пациент. Ну, конечно, развитие гомеопатии тоже, но это, в принципе, процесс, да. Но наша цель – это пациент. Если гомеопатия выжила не благодаря тому каким-то сообществам и не благодаря шоуменам и не благодаря даже книгам, хотя, слава богу, эти книги есть, она выжила потому, что людям, люди хотят этим пользоваться. Вот сейчас вот в Баварии вроде бы… Почему? Потому что люди хотят этим пользоваться. В Швейцарии – потому что люди хотят этим пользоваться. В Индии – потому что люди хотят этим пользоваться. И те, кто не боится показать своего пациента, те, кто не боится показать свой метод, открыто пригласить себя в клинику, они выживут. Те, кто больше хочет каких-то временных успехов, публичных, но вы понимаете, как и во всем другом. Это все уходит. Зерна отделяются от плевел. И, естественно, мы делимся с Олей этим в первую очередь, потому что мы хотим помочь тем гомеопатам, которые еще не нашли свой путь. Потому что я знаю, как это было трудно мне до того, как я переживала, как я искала. И вот Оля говорит, как мучилась ее мама. И пока ты не нашел какую-то правильную дорогу. Я не говорю, мы в первый раз с вами говорили, что к храму ведут разные дороги. У каждого свой способ мышления, у каждого свой способ понимания. И я абсолютно уверена, что одну и ту же опухоль можно вылечить и бирилю муриатикум и стафисагрей, потому что многие препараты между собой очень похожи. И вот эти семи лимумы могут быть, даже аналоги существуют. Есть вопрос, как мы можем это сделать быстрее, как мы можем это сделать, скажем так, и научить других, чтобы это было не только искусство, но и профессия. И вот эти сообщества, которые начнут понимать важность не сегодняшнего успеха маленького, так сказать, какой я хороший, а вот этот профессионализм, который можно передать другим. Я очень надеюсь, что они выживут, и гомеопатия, несмотря ни на что, будет жить, потому что в первую очередь она служит благородным целям. Наши цели всегда очень чистые. Инна, знаете, мне, когда вы говорили, у меня это откликается так, и я себя ловлю на такой мысли, что в нашем диалоге вы единственный человек из нас троих, который одновременно в двух сообществах. С одной стороны вы представляете академию доктора Афика, с другой стороны вы представляете горячую линию, причем не просто вы ведете начинающих гомеопатов в кураторском отделе. Я тогда поставлю сейчас, я задам сейчас вопрос Оле, а потом такой же вопрос задам вам. Оль, как вы думаете, вы пока еще не на горячей линии, но это все исправимо, не переживайте, мы вам поможем. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, а вот гомеопатам горячей линии, ну в чем может помочь нашему сообществу? У нас уже сообщество есть горячая линия, у нас есть уже гомеопат, есть уже какие-то инструменты, которые мы вместе разработали за эти месяцы работы. У нас есть группы, где мы общаемся, есть группы в WhatsApp, даже есть группа консилиума, есть группы, где мы обсуждаем случаи, естественно, есть группа в Facebook. Мы живые консилиумы проводим, вот Инна рассказывала о том, что не боятся показывать свои методы и свои способы. Мы проводим такие консилиумы, даже в ноябре будем проводить открытые консилиумы, вот, и на линии, знаете, остаются гомеопаты, и приходится больше и больше новых гомеопатов, которые открыты, которые хотят чего-то. Ну, естественно, если у человека есть тропность или аффинитет к разбору острых случаев, и да, и он пришел на горячую линию, вот, скорее всего, здесь будут еще какие-то дополнительные инструменты. И вот как сообщество горячей линии, чему оно может научиться этому опыту Академии Доктора Льоза Айта? Ну, действительно, я думаю, что здесь много чему, потому что, как уже Инна говорила, доктор нам дает очень много, он называет это clinical tips, то есть это как клинические заметки такие. То есть это то, что есть у практика с многолетним опытом, он уже знает, ага, здесь вот так, и вот этот препарат лучше всего работает. И вот он, всем этим он с нами делится. Это вот как бы такая очень тоже важная вещь. То есть, в первую очередь, для острых состояний, да, нам нужно быстро реагировать, нам нужно быстро назначать много пациентов, их надо все, как-то всем что-то назначить. И то, как обучает нас доктор, мы можем делать это действительно быстро. Приведите, пожалуйста, пример самого быстрого случая, который вы помните в своей практике. Самое быстрое, сейчас что-то в голову не приходит, но вы имеете в виду что, быстрое излечение или быстрое назначение? Быстрое назначение, быстрое назначение. Просто, действительно, вот когда перед вами пациент там, я не знаю, с температурой головной болью, я выбираю среди очень маленького количества препаратов, благодаря доктору. Вот, то есть я, например, у него озноб или жар. Если у него жар, я ему дам брионию, если у него озноб, я ему дам гильземию. Вот, и это очень ускоряет дело. Вот, ну опять же, тут можно спросить про жажду, да, тоже быстро дифференцировать. Что я хотела еще сказать, что помимо вот этих вот клинических заметок, вот этих вот знаний, доктор нас научит, как выезжать из, так сказать, traffic jam, из пробок. То есть если вы, пациент, вы даете правильно подобранный препарат, а он не работает, или он срабатывает, а потом идет возврат, что тогда делать? Он нас этому учит. И что тогда делать? Это миазматический блок. Это значит, что миазм перекрывает ваш препарат, не может от этого работать. Тогда надо дать антимиазматический препарат. И это действительно очень здорово работает. И, то есть, студентам нашей Академии, у них нету больших затруднений с острыми случаями. Это бесценный опыт, который, уверенно, нужен не просто каждому гомеопату, но особенно гомеопатам на горячей линии. Да, да. Ин, вам такой же вопрос. Вот вы, уже пребывая и там, и там, если можно, ваш ответ проводите. Какими-то конкретными примерами из клиники? Ну вот, смотрите, очень интересно было. Вот это было, мы разговаривали с случаями с гомеопатом, который работает на горячей линии. Очень хороший тоже гомеопат. И вот, я уже сейчас не помню все детали, но она говорила о каком-то пациенте, который тоже, немолодой пациент, по-моему, 60 с лишним лет, который тоже плохо выздоравливал. И у него продолжалась пневмония. И она сказала, что он вообще пьет, хочет пить теплое. Это уже был, ну, это уже была пневмония какое-то время, это не была начальная пневмония. Я могу какие-то детали забыть здесь, потому что все это тоже шло достаточно быстро. Но в конечном итоге, в результате разговора с ней, я сказала, ага, значит, это пациент, которому 60 лет, он любит теплое, он пьет теплое, хочет теплую еду. И он сам жаркий сейчас, ему жарко. Я говорю, давайте ему дадим ликоподиум. И как выяснилось, он помог ликоподиум не только ему, а еще трем или четырем в подобном случае. Потом мы говорили об этом, да. И почему я тогда назначила ликоподиум? Я не видела этого пациента, да. Но я видела, что все лечение идет правильно. И мы пришли к моменту, который, можно сказать, ликоподиум и сульфур – это пневмония уже затянувшаяся. Это не начальный препарат, да. Кроме того, значит, это по возрасту, это время, когда у пациентов уже не очень хорошо работает печень, уже такое бывает вот эта вот сторона. И ему нужно помочь продвинуть вот это разрешение, да. Плюс доктор нам всегда говорит, жаркий пациент любит теплое. Естественно, это не сразу. Понимаете, я не хочу, чтобы возникла ситуация, что у нас есть какие-то назначения, которые просто как будто бы такие слепые назначения не видел и сразу дал. Это не так. Ты анализируешь очень многие вещи, но потом там выскакивают вот такие какие-нибудь яркие такие сигналы. Обрати внимание, обрати внимание, обрати внимание. И ты начинаешь обращать внимание. Если все остальное тебя подгибает, ты уже идешь в эту сторону. Потому что выбор огромный. Вся же проблема наша это в том, чтобы дифференцировать. И вот такого рода вещи помогают. То есть, например, на первом этапе я никогда бы в жизни не дала ликоподиум в этой ситуации, да. Но так как это уже был затянувшийся случай, он не разрешался. Нужен сильный древиазматический препарат. Это хорошая идея, да. Вот. То есть вот такого рода вещи. Или, например, я не знаю, это не было на горячей линии, но, так сказать, на моей горячей линии. Потому что у меня идет посток моих собственных пациентов, канадских, американских и, так сказать, других. Например, вот такая вот вещь. Человек, ребенок особенно, не может откашляться. Вот не может откашляться. Или у него началась с простуды, и у него температура поднялась быстро. Температура в районе 38. И он лежит такой вялый. И вот этот кашель. Я сразу смотрю в сторону антимониум тартарикум. Потому что было несколько препаратов, которым научил доктор. Рост говоря, Оля, клинические такие. Это, например, антимониум тартарикум один из них. При каких обстоятельствах мы его даем. Потому что если ты просто читаешь материя медику, для детей и для взрослых, клокотание в груди. Да не всегда там есть клокотание в груди. Там иногда бывает, что слизь стоит, а ты ее даже не можешь услышать, и там все забито. Но человек не может откашляться. Он пытается, а бронхи не открываются. И у детей в это время поднимается температура до 38. Я не знаю, какой часть моей практики, теперешней, я обязана. Знанию антимониум тартарикум в предыдущие 5 лет. Скольких детей из вот этой температуры 38,5 и начинающейся бронхопневмонии мне удалось вытащить без всяких госпитализаций, антибиотиков и так далее. И вот понимаете, когда я очень не знаю, может быть, у нас получится, чтобы какие-то лекции по респираторным заболеваниям в духе доктора Джосса или доктором Джоссом мы провели, чтобы дать вот эти вот сигналы, да? Согласна, Оля? Да, да. Это какая замечательная идея. По которым такие вот маячки, я бы сказала, маячки, да? Ключик начинает сигналить. Ты уже не один в море темном, холодном. Я, пользуясь случаем, приглашаю вас провести на горячей линии вот такой вот вебинар про маячки в темном море. Я даже знаю, как мы его анонсируем. У меня есть такое предложение. Оль, какой будет ваш положительный ответ? Ну, куда я денусь? Я считаю, что знаниями надо делиться. Я с вами абсолютно согласен. Инна, будете ли вы возражать тому, чтобы в паре с Олей провести такой вебинар? Я думаю, что мы с Олей должны будем разработать его и сделать. Я думаю, это будет очень полезно. Это будет очень полезно для всех. Но я хочу сказать только одно. Никакой маленький вебинар не может заменить именно такое систематическое образование. Потому что мы, безусловно, не хотим сказать, окей, мы вам покажем пару штучек, пару трюков, и все, вы будете в порядке. Совершенно не так. Ни в коем случае. Поэтому нужно учиться достаточно долго. Потому что все, многие вещи, которые мы научились, для того, чтобы им правильно пользоваться, у тебя должна быть база. Вот в гомеопатии, я считаю, вот вы говорили опять же о профессионализме, мы говорили об этом, обо всем. Что сделала враги гомеопатии? Айлопатическая медицина, фармацевтическая индустрия, whatever. Все они, они разрушили вот это основание, основы гомеопатического образования. Поэтому получить гомеопатическое образование хорошее безумно сложно. И многие школы стараются это сделать. И слава богу. Даже если они отличаются, они могут отличаться от того, как учат доктор Джосс. Они могут идти по другим школам. Но если они дают хорошую базу, то все равно эта дорога приведет к храму. Мы выбрали эту дорогу, они выбрали эту дорогу. Но мы идем с чистыми намерениями к тому и тому же храму. Поэтому я надеюсь, что мы будем... И это прекрасно, потому что не должно быть... Потому что участие этому мы делимся опытом. Да, еще очень важную вещь я хотела бы добавить сюда. Вот мы затронули просто материю медику, да, вот эти вот ключевые симптомы, вот эти вот маячки и так далее. Но еще важную вещь, которую дает доктор, просто архиважно, на мой взгляд. Мы разбираем где-то на курсе где-то 25 основных заболеваний, которые мы встречаем в практике. И доктор обычно начинает с того, на что нужно обращать внимание, когда вы выбираете препарат. Это очень-очень важно, потому что вы можете потеряться действительно среди симптомов. А тут нужно, например, синусит, нужно смотреть на цвет выделений, боль, ну и так далее. То есть вот эти вот вещи очень важны. И также он нас учит, как должна уходить эта болезнь правильно. То есть он тоже об этом говорит, что должно быть. И он говорит, например, в случае антимониум тартарикум, он говорит, что когда вы дадите этот антимониум тартарикум ребенку, то к вам на следующий день эти родители придут и скажут, ребенок стал кашлять еще сильнее. Но теперь у него отходит. И вы должны объяснить родителям, что да, у него отходит мокрота, легкие должны очиститься. Потому что все, что вы делали до этого, это вы подавляли эту мокроту и загнали ее туда. Это очень важные вещи. Я думаю, что я... Кашель – это не всегда плохо. Я тоже объясню. Кашель нужно, чтобы очистить легкие. Кашель... Сколько у нас есть таких названий для этого эфира? Кашель – это не всегда плохо. У каждого гомеопата должна быть своя горячая линия. Помните, как у Джона Ленна была песня «У каждого мужчины должна быть женщина, которая его любит». То есть у каждого гомеопата должна быть своя горячая линия. Инна, как мы можем дружить этими сообществами нашими? Мне кажется, что мы уже начали дружить. Да, мне кажется. Мы уже начали дружить. Мне кажется, что фактически мы знакомим людей. Я знаю, что группа, которой руководит Оля, группа Академии, друзей Академии, как бы мы называем это. Это группа. Во-первых, эти все гомеопаты очень занятые люди и прочее. Но они, безусловно, некоторые из них уже участвуют в горячей линии. И мы проведем уже один совместный вебинар с доктором Джоссом обеих линий. И люди с двух сторон задавали вопросы. То есть уже обмен опытом идет. Может быть, не все друг друга знают лично. Ну и, собственно, он продолжает идти. Я хотел бы напомнить, что 24 ноября на горячей линии пройдет вебинар, открытый вебинар доктора Джосса Айсека с разбором живых случаев с горячей линией. То есть в открытом эфире вы сможете не только увидеть, как работает мастер признанный, но еще и задавать вопросы, еще и участвовать в обсуждении. И это все в рамках такого консилиума. Мне кажется, это будет очень интересный опыт. Так что, пользуясь случаем, приглашаю одновременно и наши оба сообщества. Я надеюсь, что когда-то эти границы перестанут отделять людей. Ну и я думаю, что благодаря нашим мероприятиям очень много людей узнают об замечательных исцелениях, о замечательных врачах, гомеопатах, о том опыте, который можно получить, поделиться опытом. И о многом другом, как на наших будущих эфирах, как на вебинаре «Маячки в темном море во время острых респираторных заболеваниях» Ольга Левина, Инна Долгопольская. Огромное спасибо, что были с нами и надеюсь на плодотворное сотрудничество. Спасибо большое, Рома. Спасибо. До встречи. Всего доброго. Спасибо большое. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok